Вот так начинается для меня воскресный день буду сегодня строить, как всегда а пока валяюсь радуюсь наслаждаюсь жизнью теплой погоде летней хочу признаться что я побаиваюсь высоты поэтому каждый раз когда мне приходится работать на высоте и делаю все всевозможные предосторожности чтобы все было одежно и аккуратно вот посмотрите на это смотрите на эти леса что может быть надежней я бренды жнина но если такого там вот еще сопельку придет и будет супер-пупер надежно вот но я доделал вторую половину этой стороны второй скат присобачил ее надежно теперь никакой ветер ничего с ней не делает не сделает также еще засунул лестницу обработал антисептиком и поместил лестницу сюда чтобы если что уже без этих лесов собственноручно по другой второй лесенке подняться до верха крыши и тут забраться на крышу здесь уже что-нибудь самостоятельно подлатать или ну или просто как бы знаете возникло желание подняться на крышу зачем себе отказывать в этом удовольствии муха источник заразы сказал мне один чувак муха источник заразы не ведь это не так моя муха как пряник чистая и блестит моя муха как пряник имеет опрятный вид вот они мои мухи сегодня я купил две ленты разных производителей повесил одно и то же время примерно одним и тем же способом теперь можно совершить подсчитать количество мух и понять какая и побеждает у нас раптор против кого фуми токса потому что приклеил большее количество мух начинаю делать каркас из профилей присоединяю вертикальные профиля к направляющим горизонтальным с помощью просекателя примерно так это выглядит сейчас покажу делаю вертикальную перегородку под дверь сначала хотел засунуть в нее деревяшки по совету но потом понял что с этими деревяшками невозможно воспользоваться просекатором просекатор не наденешь так вот надевается цепляется и просекается если там дерево то просекатор не подсунешь винтить какие шурупы суда другие саморезы плохо но что во первых ну будет отстоять во вторых это неудобно делать очень крайне неудобно поэтому еще раз прочитал информацию и пришел к поводу что делать их не надо с деревяшками люди делают так прочности хватает для ванной двери по крайней мере точно и буду делаю теперь так убрал деревяшки стойка вертикально отмерил горизонтальный профиль направляющий отмерил расстояние нужные и вот сбоку здесь по диагонали отрезал так вот согнул хорошо гнется по тому месту где докуда вы дорезали вот сейчас дело также со вторым доделал дверную перегородку не так уж высоко он получилось прям под самый потолок тоже с помощью просекателя просто просек а здесь проложил звукоизоляцию успел с ней поработать она очень просто режется ножницами и ножам замуровали придется убираться через потолок поклеил я укрепил установил так скажем вот она два слоя между ними вот липкий липкая лента не очень-то мне понравилось что-то липкая лента лепить какая-то странная но хотя бы клеится не хотя бы держит а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С дверью, которая закрывает большую часть двери То думайте Как вы будете перемещаться Вот и все Внутренние стены Готовы Ну изнутри по крайней мере Вот так это все выглядит Гипсоволокно Приделанное друг к другу подогнанное Края вот тут На двери опиленные Срезанные рубанком Выдаю совет Потому как Крутить Правильно Не правильно А удобнее Саморезы Гипсоволокно В металлический профиль То есть Вот тут есть пару мест Где я в деревяшку В столбы свои вкручивал Там вообще без проблем Берешь Соответственно Саморез для дерева Вкручиваешь Он вообще Заходит как надо Прижимаешь Таплешь его Совершенно Чуть-чуть Чтобы он не глядел С поверхности Не улазил А когда Пытаешься В металлический профиль Вкрутить его То Проходится гипсоволокно И гипсокартон Пишут точно так же Проходится легко А потом он упирается В профиль И не сразу его проходит Но при этом Резьбу Которую он создал В гипсоволокне Или картоне Она есть И она начинает Прокручиваясь По этой резьбе Отодвигать От стены Материал Вот Ну и Берете В обратную сторону Шуруповерт Или что там у вас Разворачиваете Но при этом Создаете давление Проворачиваете И получается Выпиливаете Дыру Такого материала С резьбу Полностью с резьбу А потом Включаете нормальный режим И Уже прокручиваете Несколько секунд Наверное Все равно Уйдет Профиль Он начинает С крутиться в профиль И аккуратненько Тоже утопляете И Шайба О, шайба Головка Самореза Она будет Цепляться Все равно За материал И держать Иначе Не получится Будем уже Наконец-то Готовиться К трубе Дождь Дождь Явно Вносит Свои Корректилы Видите Как размыло Ступени Но Несмотря ни на что Последняя Стадия Заливки Уже готова И ждет Бетономешалка 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 целую неделю подготовка но зато час заливки хоп-хоп наконец-то великий лёнин погреб подходит завершение да вот так как принимаешь может протестить бетон походить прыгнуть покупаться крытый бассейн теперь это если купаться там уже под бетоном